МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вокальный конкурс «Наша добрая Смоленщина». В курс дела я уже вошел. Я думаю, что я знаю, чем живет медсанчасть. В медсанчасти 135 приступил к работе новый главврач. И сводка происшествий за минувшую неделю. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленщина и Латвия будут развивать торгово-экономические связи. Об этом договорились губернатор Смоленской области Алексей Островский и чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Российской Федерации Астра Курме. Глава региона отметил, что на Смоленщине созданы льготные условия для инвесторов. Активизировать экономические связи решено в первой половине следующего года. В Десногорске создано местное отделение общественного движения «Юнармия». Учредителями выступили городской совет ветеранов, поисковый отряд «За родину», военно-патриотический клуб «Ангел» и все четыре школы, а также городской центр поддержки молодежи и отдел военного комиссариата. Уже через месяц команда юных армейцев 4-й школы Десногорска примет участие в военно-спортивном конкурсе, который пройдет в Рославле. На плановом оперативном совещании, исполняющий обязанности главы муниципального образования город Десногорск Сергей Тощев подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Сергей Валентинович поблагодарил всех горожан, которые приняли участие в праздновании дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Хочу поразить благодарность всем горожанам, которые пришли в воскресенье 25 сентября на Курган-Славль, в день освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, на наш митинг, на то, чтобы почтить память погибших солдат у нас на Смоленщине, защищая наше родное. Несмотря на то, что был выходной день, люди пришли. 22 сентября в Десногорске начался отопительный сезон. К отоплению уже подключены все учреждения соцкультбыта и многоквартирные дома. В случае наличия каких-либо проблем с отоплением и с работой отопительных приборов, просьба обращаться в МУК КП, диспетчеру, либо в Комитет по городскому хозяйству по телефону 73219. В целях реализации постановления правительства Российской Федерации номер 649 и соблюдению правил обеспечения доступности для инвалидов, жилых помещений, многоквартирных домов в администрации Десногорска создается комиссия. В состав комиссии войдут представители органов муниципального жилищного контроля, социальной защиты населения, местного отделения Всероссийского общества инвалидов, а также специалисты в области архитектуры и градостроительной деятельности. Члены комиссии обследуют жилые помещения, где проживают инвалиды, многоквартирные дома муниципального жилищного фонда и частного сектора и дадут оценку их приспособленности к условиям проживания и потребностям инвалидов. Виртуальную прогулку по Смоленску теперь можно совершить на портале культурного наследия страны. Это специальный проект Минкульта «Открываем города России». На сайте можно найти информацию о памятных местах и достопримечательностях. В Смоленске прошел День виноградаря. Это традиционный праздник, где можно увидеть виноград, выращенный в разных уголках России и ближнего зарубежья. Смоленский День виноградаря прошел уже в 12-й раз. 24 сентября в Смоленске прошел вокальный конкурс в рамках первого регионального фестиваля патриотической песни «Наша добрая Смоленщина». Десногорск представлял фольклорный ансамбль «Флоринка» детской музыкальной школы имени Глинки с песней «Смуглянка». В этот день в детской музыкальной школе была организована онлайн-трансляция. Помощь в трансляции и участии наших девчонок в конкурсе оказали управление информацией Смоленской атомной электростанции, администрация города, электроцентр «Монтаж» и «Атомтранс». С выбором участниц определились сразу. Конечно, Флоринка под руководством Ирины Прудниковой, лучшего педагога школы по итогам прошлого учебного года. Мы хотели бы сделать статуэтку с бриллиантом. И мы не можем сказать слова, но главное, когда мы все признатели, все это помогли. За драгоценный приз «Статуэтку с бриллиантом» боролись 27 вокалистов из разных районов области. Наши девочки выступали под номером 2. Несмотря на субботний вечер, в музыкальную школу пришли болельщики, чтобы их поддержать. И хотя погодные условия были не самые лучшие, девчонки выступили очень достойно. Долгое время Десногорский коллектив лидировал в СМС-голосовании, занимая то третье, то первое места. Но в итоге, по результатам голосования, им досталось только четвертое. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто нас поддерживал. Это и преподаватели музыкальной школы, и ученики, которые очень за нас болели, переживали, и их родители. И, конечно, Ирина Шагина-Копян, которая приложила все усилия, чтобы мы смогли быть на этом конкурсе. Нас все поддерживали, говорили, вы не волнуйтесь, главное, свободно там, и все такое, улыбайтесь. Ну, выступили, нам очень понравилось, все было весело, мы отжигали там. К сожалению, приз один, но мы не расстраиваемся, потому что наш девиз какой? Не сидеть на месте, только вперед! Девчонки из Флоринки не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат покорять звездный Олимп. А мы им желаем в этом только удачи. 29 и 30 сентября медсанчай 135 проводит акцию, приуроченную ко дню пожилого человека. В регистратуре поликлиники за отдельным столом специально выделенный медработник будет обслуживать пожилых пациентов. Здесь можно будет померить давление, получить направление на анализы, ЭКГ и пройти вакцинацию. 28 и 29 сентября в Красном Бару под Смоленском пройдет спартакиада для людей с ограниченными возможностями. В ней примет участие команда нашего города во главе с Татьяной Желтышовой. В преддверии Дня пожилого человека 30 сентября в городском центре досуга состоится третий творческий фестиваль «Душою вечно молодые». А 1 октября в ГЦД состоится творческая встреча с народным артистом СССР Василием Лановым. В медико-санитарной части Десногорска сменился главврач. Мы решили с ним познакомиться ближе, узнать о планах и перспективах. Что из этого получилось, узнаете из нашего сюжета. Алексей Валерьевич Азаренков. Родился в 1973 году в городе Оренбург. Закончил клиническую ординатуру в Оренбургской государственной медицинской академии кафедра травматологии-ортопедии по специальности врач-травматолог-ортопед. Работал врачом-травматологом, хирургом и врачом-комбустиологом в ожоговом центре с 2005 года в системе ФМБА. Занимал руководящие посты в Тверской, Московской, Калужской областях, а также в Москве. К нам в город переведен из Обнинска. На своем посту вижу основную работу в том, чтобы сохранить потенциал медсанчасти, улучшить ее работу, чтобы наша медицинская помощь стала более доступной для жителей города, расширить перечень медицинских услуг, которые мы смогли бы оказывать. Думаю, что медсанчасть будет открыта для общения и с жителями города, с администрацией города. Уже составлен план по устранению недостатков и проблем, которые существуют в нашей больнице. Нехватка врачей и медицинского оборудования. Будет привлекаться в город дополнительный медперсонал, улучшаться техническое обеспечение. Сейчас в медсанчасти уже набран штат анестезиологов, и реанимация работает в полном объеме. Закупается оборудование для отделения анестезиологии, реанимации, оперблока. В ближайшее время оперативная активность будет восстановлена на 100%. Получены деньги на ремонт аппарата МРТ, что очень облегчит диагностику больных. Особое внимание планируется уделить педиатрии, инфекционному отделению и детской поликлинике. Так что перспективы развития у медсанчасти есть, и в дальнейшем, надеемся, будут только расширяться. На перекрестке УТЦ установлены дополнительные светофоры для пешеходов. Теперь светофоры для автомобилистов в этом месте работают в другом режиме. Для движения автомобилей со всех сторон устанавливается красный свет. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе расскажет майор полиции Светлана Романова. Светлана Романова. На ответственности привлечены 13 человек. За прошедшие выходные на территорию области сотрудники ГИБДД выявили более 1120 административных правонарушений. Инспекторам попались 32 водителя, севшие за руль в нетрезвом состоянии. 9 водителей отказались проходить медосвидетельствование на состояние объединения. И в заключении новости спорта. Наш областной центр в шестой раз принял соревнования командам о первенстве России по быстрым шахматам среди малых городов и поселений. В турнире участвовали 19 команд. Более 60 шахматистов из разных регионов страны. Всероссийское первенство проходило три дня. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.